Вот на этих баннерах вы видите мирозащитников Дмитрова, ну не только Дмитрова, вообще Москвы. Это экипаж бронепоезда номер 73. Я продолжаю собирать фотографии. Многие слышали о героическом подвиге бронепоезда, но мало кто видел в лицо этих бойцов, которые сражались и остановили врага. То есть они сорвали переправу. Известный дмитровский краевед Сергей Рыбаков на днях провел экскурсию для воспитанников военно-патриотического клуба «Юный разведчик» и их родителей по местам боевых действий в городе воинской добрости Яхрама. Рассказал о подвигах ехрамчан в годы Великой Отечественной войны. Он уже много лет является командиром проискового отряда «Рубеж славы» и вместе со своими товарищами по крохам собирает реальную историю той страшной войны. Очень часто бывает, что на братских могилах есть фамилии, но нет останков тех людей, которые обозначены на братских могилах. Вы, наверное, понимаете, что иногда так происходит, и когда, например, поисковики находят солдата с медальоном, потом оказывается, что он уже увековечен. Нам приходится прихоранивать туда, где он увековечен. Непроходящий интерес к истории той Великой войны и к ее важнейшему поворотному событию – битве за Москву – вполне понятен. Коренной ехрамчанин Сергей Рыбаков рос и воспитывался на воспоминаниях очевидцев и участников Отечественной войны. Улицы носят имена ее героев. Старые дома еще хранят следы пуль и осколков той битвы. Еще живы те, кто помнит историю той войны и кому не все равно, как эта история будет рассказана потомкам. Это здание такое знаковое. Как раз это, можно сказать, самый первый цех в Кацке, который был построен фабрикантом. И здесь же сейчас администрация располагается. И вот здесь, на этой стене, на площади, вы как раз видите мемориальные доски Василий Иванович Кузнецов, герой Советского Союза. И еще одна доска, крайне интересная. Тоже малоизвестная страница для многих. Дело в том, что война, она длилась долго. И нужно было постоянно готовить войска для войны. И вот здесь, в 43-м, 44-м году, в Яхраме, формировался десантный полк, который потом из этого полка выросла уже 18-й гвардейская дивизия десантная. Сергей Рыбаков уже много лет активно работает с ветеранами и молодежью. Неоднократно становился лауреатом премии губернатора Наша Подмосковья. Как поисковик и автор нескольких книг, посвященных битве за Москву, он часто встречается с жителями Дмитровского округа, устраивает выставки артефактов, проводит в школах уроки мужества. Я думаю, потрясающие пользы, потому что, опять же, во время карантина дети сидели из дома, им необходимо выплюнуть энергию, пообщаться. А потрясающе, когда можно совместить приятное с полезным. То есть дети узнают что-то новое, а самое важное, они узнают историю родной земли. И плюс также они у вас встретились, пообщались сегодня здесь, познакомились с потрясающим человеком, это Сергей Рыбаков, потрясающий край. Поэтому, я думаю, очень полезно для их приятного. У нас приятная такая новость. Мы каждый год ездим в 98-й гвардейскую воздушно-десантную дивизию, и участвуем там в военно-патриотических сборах. И узнали, вот от Сергея, кстати, мы не знали, что один из полков, который входил в Сверску, в 98-й, который сейчас стал дивизией воздушно-десантную, промировался, здесь именно уехали. Для нас было, конечно, впечатление, для детей. И тоже эта новость как-то стала такой значимой и приятной. Сейчас Сергей активно работает в федеральном проекте «Судьба солдата». Идет кропотливую работу по восстановлению списков ополченцев подмосковных районов. В Дмитровском списке уже собраны десятки фотографий и писем добровольцев, и ведется большая работа с их родственниками. Воспитанником военно-патриотического клуба «Юный разведчик» Сергей рассказал о судьбах некоторых из солдат, истории которых он открыл недавно. И пообещал продолжить знакомить ребят с вехами битвы за Москву. Следующую экскурсию запланировали провести на Перемиловской высоте. Много нового узнали? Да. А что вот запомнилось? Больше всего запомнилось про Колю Васильеву. А тебе что понравилось? Про Колю Васильеву. Почему так запомнилось? Ну, потому что практически мой ровесник, и большая помощь в фронту.